Да, друзья, разные шапки носили викинги. Мы с вами находимся в магазине, который называется Nordic House в городе Бёркли. Вот вы видите улицу. Он такой, я бы сказал, довольно большой магазин. Мы ещё были на самом деле сзади, там где у них холодильник и бочки и склад и так далее. То есть нас хозяйка провела, показала. Вот. А я вам показываю, что в этом магазине. Здесь вот, например, переднички. Видите, вот это переднички. Красивые. С разными надписями. Я приставил экранчик к камере, чтобы мне было лучше видно. Свет, как тебе переднички? Никак. Хорошо. Вот видите, тут всё от викингов. Стыканы. И тут график такой написан, как викинги делали такой тур по свету. И в Англию, Уэльс, Францию, Ирландию, Россию, Испанию, Марокко, Исландию. Видите, тут такие исторические факты. Что следует? Не понял. Я не думаю, что кто-то сильно увлечётся башмаком на деревянные подошвы. Но если, друзья, у вас такой интерес есть, то, конечно, приезжайте, посмотрите, приобретите. Вот там какие-то тужурки, да. О, красивые кепки. С датскими, и с немецкими, и с финскими, и с другими эмблемками. Даже вот, какая-то американско-финской дружбой я там просматриваю. Так, а что за спиной у меня? Да. Башмак, вот вроде бы, это резина какая-то, но на самом деле это на дерево, на деревяшку нанесено слой какой-то пластика, и этот башмак абсолютно деревянный. А в основе деревяшка? Да, он не сгибается, естественно. Хорошо. А вот тут книжечки у них, вот конкретно в этом месте. Магнитский на холодильнике. Не знаю я, друзья, этих брендов, но вот тут какие-то шоколадки, конфетки, печенье. Это нужно, наверное, быть оттуда, чтобы такое захотелось лишний раз скушать. Да, друзья, мы видим, как поступает селедочка в магазин. Вот она в такой бочке синий и, значит, в рассоле. Но там фишка в том, что рыбка еще не готова к употреблению. Ее надо отмачивать ночь на ночь, например, либо в водичку, либо в молоко. Говорят, что в молоке лучше отмокает, чтобы не было такой солен. Хотя много из вот этого ассортимента, я бы сказал, что так тоже продается. Вот там шоколадки, например, они на каждом углу. Хотя очень много специфического такого. Тут не дешево все, то есть тут все совсем не дешево. Что понятно на самом деле. Вот тут всякие фигурки. Страшные розы, знаки. Но по-своему они добрые. Вот живут люди с таким историческим наследием. Смотрите как. Вот и здесь тоже печенье, хлебцы. Какие-то такие вещи. Не знаю, я как не по этой части. Но моя задача вам показать, чего есть в магазине. Так. А это какие-то явно рыбные консервы. Тут целый раздел рыбных консервов. Сейчас пойдем. Вот они. Смотрите. Вот. Шпроты, я смотрю тут, да? Прям. Да, рижские шпроты. Очень дорого. Печень трески. Представляете себе, друзья, где только не встретишь печень трески. В холодильнике селедочка уже по баночкам. Они ее сами, как бы сказать, обрабатывают. Добавляют специи, сахар там и так далее. И вот можно взять уже готовое к употреблению. Тут много селедочки. Вот вы видите. А эта селедочка просто баночная. Тоже откуда. Анчоусы там я вижу. Вот. Так что такой вот интересный магазин. Мы попробуем рыбку. И вам уже тогда все подробно расскажем. А сейчас мы прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова